Пророк Мухаммад, мир ему, жил 15 веков назад, но его наследие актуально до сих пор. О том, какие сферы жизни современных мусульман оно затрагивает, говорили в минувшие выходные в областной научной библиотеке. Здесь состоялась научно-практическая конференция на тему «Значение духовного наследия пророка Мухаммада, мир ему». Наследие пророка Мухаммада, его духовное наследие, оно многоаспектное и затрагивает многие области человеческой жизнедеятельности. Это и внутрисемейные отношения, это и взаимоотношения в обществе между представителями различных культур, это и государственное строительство, и на каких моральных, нравственных принципах, правовых принципах оно должно строиться. Организатор мероприятия – медресе Шейх Саид при Духовном управлении Мусульман Саратовской области. Именно его педагоги раскрыли собравшимся новые грани этой важной темы. Например, Шейх Нидаль выступил с докладом о тайнах личности пророка, мир ему. Он не смог завоевать великий авторитет среди своих сподвижников. Такой авторитет, который невозможно сраблить с ним ни одного человека. Для того, чтобы понятно, сколько это было сильно, и на это я завершу свое слово. Когда Милян, после смерти пророка, переселился в Ашан, он не смог сдержать свои эмоции, находясь в городе пророка, спросили его, расскажи нам, какое-нибудь наставление, которое заставляет нас стремиться к райу, которое мотивирует наши силы на том, чтобы заработать рай. Он мне не сказал, в райу вы встретитесь с пророком Мухаммадом Салалаву. Это была достаточная фраза для того, чтобы мотивировать людей. Также на конференции было поднято много других важных аспектов. В частности, отношение к женщинам на примере пророка Мухаммада, мир ему, здоровый образ жизни по сунне, а также роль намаза в духовно-нравственном совершенствовании личности. Мне больше всего понравилось выступление Рашид Хазрата о намазе, о том, что намаз должен сдерживать нас от плохих дел. Тогда он действительно будет действовать. Я даже сделала запись для своей социальной сети, это очень тронуло меня. Мероприятие получилось очень насыщенным. Участникам и слушателям конференции в очередной раз напомнили, что Коран и Сунна – это не теория, а правила и алгоритмы жизни, которые актуальны до сих пор.